Простая ваза с фруктами для натюрморта – это банально, считают ученики детской художественной школы. Лучше всего пофантазировать и нарисовать, например, банку с огурцами или сюрреалистические кувшины. Интересными покажутся черно-белые часы и старинные утюги. На выставке «Мир натюрмортов» представлено более 70 неординарных работ, выполненных и трехлетними, и 16-летними художниками. Ребята маленькие выполняли это в пластилине, аппликацию из бумаги делали. Делали монотипы, писали гуашью, акварелью, пастелью у нас есть нарисованная натюрморт. То есть разные совершенно техники. Есть вот у нас батики даже, да, натюрморт. Здесь очень много всего. Причем здесь представлены как творческие такие работы, так и академические рисунки и живопись академическая. К открытию «Мира натюрмортов» организаторы решили приурочить сразу несколько мероприятий. Для начала устроили торжественную церемонию награждения учащихся, чьи работы имели успех на выставке, посвященной юбилею Северского трубного завода. Из рук исполняющей обязанности директора музейного комплекса «Северская домна» Любови Худяковой подарки получили самые старательные художники. Награждается Шершакова Софья, учащаяся детской художественной школы, за творческие успехи, посвященные юбилею завода. Микрофон со стойкой, микшерный пульт и усилитель. Теперь выставочный зал в детской художественной школе будет оснащен современной звукоусилительной аппаратурой, которая позволит сделать презентационные проекты более эффектными. Вот это все стало возможным благодаря адресной социальной помощи благотворительного фонда «Синара». И мы выражаем искреннюю благодарность, признательность благотворительному фонду и желаем им, всем сотрудникам, долголетия, несекаемой энергии, семейного благополучия и процветания. Качество звучания микрофона на себе испробовала Евелина Мазурина, юное дарование из детской музыкальной школы. А мощь звукового усилителя – неординарный музыкант, работник Северского трубного завода Сергей Артамонов. Оба добавили экспрессии в мероприятие. А чтобы настроиться на спокойный просмотр экспозиции, преподаватель Светлана Матвеева прочитала стихотворение Татьяны Ёшкиной «Осенний натюрморт», которое идеально показывает характер выставки. Прозрачными мазками нежно глажу веселые листья. Солнышко, привет! Рябиновую веточку раскрашу. В оранжевый заката яркий цвет. На вазе блики весело играют. В окно стучится розовый рассвет. А мне об осени напоминают красивый, нежный, солнечный букет. Гостем праздника стал председатель Думы Полевского городского округа Олег Егоров. Он оказался истинным ценителем натюрмортов и в очередной раз был приятно удивлен талантом полевских детей. Я хочу сказать большое спасибо организаторам выставки, преподавателям за то, что они учат наших ребят прекрасному. Но ребятам желаю творческих успехов. Я думаю, что в этом конкурсе проигравших не будет. На выставке можно было приобрести репродукции творческих работ учащихся художественной школы. Вырученные средства от продажи пойдут на восстановление Центра культуры и народного творчества. Ольга Демьянец, Константин Миронов. Новости нашего города.